Библейский портал экзегет.ру представляет В 10 главе 2-го послания Коринфина, мы читаем его в рамках проекта «Экзегет», неожиданно меняется тема и настроение, и интонация, вообще меняется всё. Такое ощущение, что в 9-й главе закончилось одно послание, и в 10-й началось другое. А вы знаете, я думаю, что это очень, вероятно, так и было. А помните, в предыдущих главах Павел ссылался всё время на какое-то прошлое послание с резкостями, которое произвело огорчение среди Коринфина, но это огорчение привело к покаянию, и Павел сначала жалел, что был так резок, а потом как раз подумал, что это хорошо. И у меня такое ощущение, не только у меня, это не мой личный вывод, что главы 10, 11, 12, ну, 13, непонятно, это может быть то самое резкое послание, которое присоединено. Вот когда мы сегодня имейлы отправляем, у нас там обычно в подвале цитаты из предыдущего письма, да, то, что мы раньше писали, оно сохраняется, и мы дальше цитируем уже, чтобы было понятно вообще, о чём мы говорили. И такое ощущение, что здесь что-то похожее, может быть, это было приложение, может быть, составили это второе послание Коринфянам из разных. Мы не знаем точно, потому что вроде бы, смотрите, в семи главах он с Коринфянами обсудил всё, что можно про их отношения, восьмой, девятый он обсуждает уже скорее сбор пожертвований для Иерусалимской церкви, а в десятый он вдруг начинает с ними ругаться. Вроде всё помирились, вроде уже общее дело нашли, а с десятый он очень резок. Явно здесь какой-то шов. Ну, прочитаем и посмотрим, не будем думать, что это там присоединено, не присоединено. Вот в какой-то момент Павел написал Коринфянам резко. «Сам я, Павел, обращаюсь к вам с христовой кротостью и умеренностью. Когда я у вас, то скромен, а издалека так резок. Прошу вас, не заставляйте меня быть резким, когда я приду к вам. А ведь я решил собойтись сурово с теми, кто счёл, будто наша жизнь проходит по законам плоти». Ну, то есть, когда я был у вас, всё было мягко и хорошо. Когда я оказался вдали, произошло что-то такое, что заставило меня быть резким. А что именно? Кто-то решил, что наша жизнь проходит по законам плоти. Кто-то, очевидно, отказался от христианской модели поведения и стал жить, как все живут. Ну, а как все живут? Понятно, как. Удовольствие получить, денег, власти. Хотя мы и живём во плоти, но не по её законам сражаемся. И оружие, с которым мы вступаем в сражение, не плотское. Оно Божье и способно рушить твердыни. Вот Павел говорит всё время о сражении. Помните, у нас было уже в этом послании, что мы вооружены праведностью, причём в правой и в левой руке. Оружие нападения в правой и средства защиты в левой. Но вот мы сражаемся не по плоти, наше оружие не то, что меч и щит, что-то совсем другое. Мы опрокидываем умствование и высокие преграды, воздвигаемые против богопознания, захватываем всякое сознание, покоряя его Христу, в готовности покарать любое непокорство, когда покорность ваша станет полной. Вот как римский легион опрокидывает умствование, вот этот натиск легиона, он разрушает какие-то там барьеры на своём пути и высокие преграды, захватываем всякое сознание. Римский легион пришёл, опрокинул укрепление, захватил город, покоря его Христу, покорил город Риму и карает любое непокорство. И Павел говорит, и мы такой легион, только мы не за Римскую империю сражаемся, мы сражаемся за Христа, и оружие наше не мечи, копья, дротики, что-то другое. А вот вы живёте по плоти, и когда вы начинаете жить так, говорит Павел, то пора на войну, я выступаю в поход. Вот, вы смотрите только на внешность. Кто-то убеждён, что он Христов, пусть тогда сам поразмыслит, насколько он Христов, настолько же им. То есть, очевидно, какой-то человек говорит, я Христов, я проповедник, я апостол, и слушайте меня. И Павел говорит, а я тоже. Давайте разберёмся. Даже если я и слишком хвалюсь той властью, которую Господь дал нам в созидании, а не для вашего разорения, не постыжусь. Вот здесь он вступает в такое словопрение, и, по сути дела, говорит, я здесь главный. И я не боюсь об этом сказать, говорит он. Но дело не в том, что я такой крутой, а в чём-то другом. Впрочем, пусть вам не кажется, что я запугиваю вас письмами, а то говорят, мол, письма его суровые и сильные, а когда приходит сам слаб, и слова его ничтожны. Пусть знает такой человек, какие письма мы шлём издалека, такими явимся и на деле. Да, вот судя по всему, когда Павел отошёл от Каринфа, он же путешествовал много, то в этой общине появились какие-то другие люди, которые стали оспаривать его авторитет, и вот с ними он здесь ругается. Мы не дерзаем себя равнять или сравнивать с теми, кто выставляет себя на показ. Они меряют себя собственной меркой, сравнивают себя с самими собой, ничего не понимая. Да, вот обычный человек меряет себя собственной меркой. Я такой крутой, у меня там такие достижения, красивый, умный, богатый и всё прочее. Вот я в эти игры, говорит Павел, не играю. Я какой-то другой меркой буду мерить. А мы не будем хвалиться безмерно, только в меру того предела, который отмерил нам Господь, включая вас тоже. То есть есть какая-то сфера ответственности у Павла, которую дал ему Господь, она включает в себя Каринскую общину, и вот внутри этой сферы ответственности ему есть чем похвалиться. И не скажешь, будто мы стараемся и на вас распространить свою власть, а сами до вас так и не добрались. Нет, мы у вас побывали с Евангелием Христовым. То есть Павел говорит о себе во множественном числе, может быть, включая, скажем, Тита, Тимофея, каких-то ещё спутников, что мы для вас не чужаки, мы не пришельцы, которые захватили чью-то чужую территорию, мы сами до вас добрались, вы наши, поэтому мы к вам так обращаемся. Хвалимся мы не безмерно, не чужими трудами, а в надежде, что по мере возрастания вашей веры будем и мы изобильны расти в собственных пределах. То есть ваша вера растёт, это наш рост, карьерный рост сегодня говорят, или там прокатчика каких-то там уровней качеств в компьютерной игре. Вот он говорит, что такое мой рост, что такое моё апостольство 80-го уровня. Это вы, коринфяне. Вот когда в вас начнётся духовный рост, тогда это будет значить, что и я достиг чего-то. У меня нет каких-то достижений отдельных от вас. Вы моя община. И проповедовать Евангелие далее вас, не хваляясь тем, что уже сделано в чужих пределах. То есть вот этот рост внутри своих пределов, в общине, которая Павлом основана, он даёт ему возможность проповедовать Евангелие далее, не пытаясь присвоить себе достижения каких-то других проповедников, других апостолов, что, вероятно, кто-то хотел сделать в коринфской общине по отношению к самому Павлу, присвоить себе его достижения. Кто хочет хвалиться, пусть хвалится Господом. Ведь Господу угоден не тот, кто сам себя ставит на видное место, а тот, кого он поставит. Ну и вот здесь действительно начинается такое достаточно жёсткое противостояние. Мы не очень понимаем, с кем и по какому поводу, но можно сделать вывод, что некий человек или группа людей оспорили авторитет Павла и предложили какую-то другую трактовку христианства, Евангелия, веры. А какую? Ну вот в 11 главе он затронет эту тему. Продолжение следует...